Всем привет! Я Анастасия Шпагина и в этом видео уроке я покажу вам трансформацию в Дина Винчестера. Надеюсь вам понравится. Давайте начнем. Сначала я беру желтых слоников. Потом одеваю коричневые линзы и получаю зеленого цвета глаза. Это именно то, что мне нужно. Далее наношу биби крем на все лицо. Светлый оттенок наношу для того, чтобы было удобнее прорисовывать новые черты лица. Коричневыми тенями рисую брови. Форму стараюсь рисовать слегка закругленную. На протяжении всего видео урока я буду возвращаться к ней еще не один раз. Поэтому пока я делаю небольшие наброски, чтобы можно было двигаться дальше. Теперь в ход идет светлый консилер. Кстати, так как я сегодня в роли мужчины, то и маникюр у меня очень брутальный. Поэтому сори, ребят. Окей, возвращаюсь к бровям. Свои брови я закрашиваю консилером. Белым карандашом увеличиваю разрез глаз. Просто наношу его на внутреннее нижнее веко. Теперь коричневыми тенями я подвожу нижнее веко. Убираю татуаж стрелок белым карандашом. Беру черные тени для коррекции верхнего века. Я как бы прорисовываю стрелочку для того, чтобы получить миндалеобразную форму глаз. Феном для ресниц подкручиваю внешние уголки. И слегка подкрашиваю уголки тушью. Делаю это для того, чтобы получить желаемую форму глаз. Также немного наношу туши на нижнее веко. Белыми тенями высветляю внутренние уголки глаз и середину верхнего века. Опять возвращаюсь к бровям и корректирую форму при помощи консилера и коричневых теней. Ну и это еще не все. Бежевыми тенями я прорисовываю мимическую морщинку, так как Дин очень любит хмуриться. И перехожу к коррекции формы носа. Затемняю спинки и крылья носа для того, чтобы сделать визуально нос хуже. Хорошо растушевываю, чтобы не было резкого перехода. Кстати, такую же коррекцию я применяю и в повседневной жизни. Я нанесла консилер на крылья носа и середину. Хорошо растушевываю его кисточкой и убираю остатки подушечками пальцев. Прорисовываю ноздри черным карандашом и теперь наконец-то перехожу к губам. К речневым карандашам прорисовываю форму губ. У Дина они очень красивые, поэтому нужно будет хорошо постараться. Осветляю края ямочек над губой. Продолжаю рисовать губы. И теперь в центр ямочки над губой наношу темные тени. Так губы будут выглядеть более объемные. Щетину я рисую серыми тенями и светлым консилером. Просто наношу точными движениями тени и консилер подушечками пальцем. Для аккуратности возле губ я наношу тени кистью. Опять возвращаюсь к губам и придаю последние штрихи. А также дорисовываю брови. Теперь я беру щетку. Думаете чистить зубы? Нет. Ну а зачем еще нужна щетка? Конечно же для того, чтобы рисовать щетину. Беру немного теней и вбивающими движениями рисую щетину. А вы знаете, это работает. Да. Но главное, пожалуй, не переборщить. Продолжаю обрастать щетиной. Если вы все же чувствуете перебор, то можно его убрать при помощи светлой пудры. Я увидела у Дина небольшие веснушки на носу, поэтому я их рисую и осветляю пудрой. Режу, 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 много режу. Волосы. Рисую тенями окантовку и все. Готово. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и оставляйте свои идеи в комментариях. Желаю вам хорошего дня. Люблю и обнимаю. Пока. Также в описании под видео вы можете найти ссылочки на мой Facebook, Twitter, Вконтакте, Ask.fm и даже Instagram. Сама в шоке. И освещение тоже в шоке. И освещение тоже в шоке.